И состав сборной России. Итак, первый номер Игорь Акинфеев, второй Василий Березовский, третий Алексей Березовский, пятый Дмитрий Сенников, судя по всему, ну, три защитника у нас, седьмой Марат Измайлов, девятый Дмитрий Лоськов, десятый Андрей Аршавин, одиннадцатый Александр Кержаков, двадцатый Игорь Семшов, двадцать второй Александр Анюков и двадцать четвертый Ролан Гусев. Юрий Семин главный тренер нашей сборной. Вот расстановка, из которой вы видите, что мы предполагаем, что будет действительно игра в три защитника, что Анюков сыграет на фланге. Посмотрим, на каком фланге он будет действовать, скорее всего, действительно на левом. Ну, единственный бельгиец, скажем так, игрок бельгийского чемпионата третьего дивизиона, поймал, по-моему, мяч руками, но уже за боковую тот ушел. Наши вбросили, это сделал Гусев. Вот у Измайлова шанс, Измайлов бьет, и мяч влетает в правый от вратаря угол ворот. Мне в какой-то момент показалось, что мяч идет мимо, не так уверенно бросался и замедлил, промедлил с этим броском вратарь Стефан Жиев. Так или иначе, вот счет открытия. Ну, что нужно было. Да, Измайлов забивает, как вы и просили, быстрый гол. Ну, весело началась игра на встречных курсах, и это радует, что в Люксембурге уже нет смысла всем стоять на защите своих ворот, бросить все эти вороты. Да, они должны пойти немножко вперед, и это нам на руку. Ну, смотрите, мы вспоминаем наш матч, извините, первый и последний раз вспоминаю, когда мы проиграли 1-7 португальцам. Примерно так наша защита играла против португальцев, позволяя бить беспрепятственность за штрафной. Вот теперь себя точно так же повел по отношению к нам. Люксембург очень хорошо, Измайлов открыл счет, важный гол. Здесь идет 18-я минута матча на стадионе «Локомотив». Это случилось на 18-й минуте, я напоминаю, вы смотрите прямую трансляцию Первого канала, и вот эта комбинация. Хороший пас, ответный пас Киржакову. Киржаков обыграл фактически троих защитников, мог отдать еще налево, было бы совсем уже роскошно позволить забить Семшову. Но нет, Киржаков забивает свой очередной мяч. Правда, нужно отметить, что вот все эти мячи, которые Киржаков забивает по большим секретам, с наблоком ворота Карликова. Вы знаете, любые мячи придают уверенности на подачу, а тем более вот такие красивые, когда это было все после красивой комбинации. И взаимодействие игроков хорошее было. Да, мы, кстати, не посмотрели, а есть ли замены у наших соперников. По-моему, тоже. Вот, посмотри, точно опасно сейчас. Рука? Пенальти назначает наши ворота? Вот так вот. Это неумышленная была игра. Это неумышленная игра рукой и вообще... Ну, давайте посмотрим, конечно, у нас будет повтор, но какой-то глупенький пенальти. Ну, посмотрим, давайте все, смотрим. Вот так, Манон прокидывает мяч. По-моему, прижата была рука. Прижата рука Синникова, но, честно говоря, какое-то он делал странное движение. Все-таки какое-то движение было, и именно на это движение среагировал румынский орбитер. Он не убирал руку, вот мне показалось. Но это уже не столь важно. Сейчас пенальти, и мы смотрим Райтер. Клод Райтер. Защитник против Акинфеева. Но, Игорь. Райтер разбегается, бьет. И едва-едва Акинфеев. И этот мяч не отбивается. Клод Райтер угадал, да, но не достал. Райтер пробил нормально. Первый гол в семи матчах. Райтер, мы видим надпись. 1-2. Жалко. Жалко, как-то это не вытекало из выхода матча. Если не считать это неким вознаграждением команде Люксембурга. Да, достаточно неожиданную активность в первом тайме. Да, очень нелепый гол и нелогичный. Ну, хотя вот начало приблизительно такое же, как и начало первого тайма. Да, там тоже были моменты. Вот кто не смотрит нашу танцветку с самого начала. Сейчас вы видите повтор 11-метрового. Ну, наши должны сейчас встряхнуться. Но мяча коснулся именно считанное количество раз. Хороший заброс. Здорово, Роман. Здесь тоже был Павлюченко. Вот. Просто очень хороший гол. Московский Спартак. Спасибо, что вы напомнили, Николай. Русские ведут. Что-то вдруг так подчеркнули, что он Спартак, ведь непонятно. 65-я минута матча России-Люксембург. Мы ведем уже 3-1. Измайлов 7-я минута. Киржаков 18-я. Рейтер в пенальти забил на 52-й. И вот 65-я минута Павлюченко принял мяч и здорово пробил. Пас смотрим. Пас идет от Березуцкого. Здорово корпус. Падение положил красиво. Но это был Василий Березуцкий, по-моему, потому что пас справа фланга. Здорово принял мяч на грудь и пробил. И как ни пытался ему помешать клон Рейтер, все-таки пенальти у него лучше вышел. Сначала Рейтер, потом второй защитник Марио Муч. Но ни первый, ни второй не смог помешать Павличенко. 3-1. Троют Анюков. Отдает назад Семшову. Семшов переводит мяч на Кириченко. Кириченко назад Березуцкому. Березуцкий Гусеву. Гусев снова на правом фланге. Подача. И это гол. Это Кириченко. И это очень хорошая подача. Второй касание. Вот он вышел, да? И это второй касание. Гол. Вот этим славится Кириченко. Вы знаете, Николай, согласитесь, что помимо того, что вот забил, что счет стал 4-1 в нашу пользу, очень здорово, что забили и Павличенко, и Кириченко, вышедшие на замену. То есть у них будет уверенность. Будет уверенность. Будет уверенность. И так, может быть, будет больше выбор в результате у Семина. По настрою перед следующим матчем подачи Гусева. Да, и здесь можно в чем-то винить защитника. Нельзя ни в чем винить вартаря. И очень здорово вышел и мощно против Кириченко. Вы знаете, по статистике Кириченко является бомбардиром еще по какому показателю? По нахождению на поле, по минутам, он является лучшим бомбардиром в соотношении забитых мячей и минут, проведенных на поле. Но мы же очень знаем, как он в ЦСКА забивал, выходя на замену. Правда, потом оценивавши ситуацию с Кириченко, мы говорили о том, что вроде бы он шел в клуб ЕЖЕ. Сейчас он играет, мы говорили, что он был третьим и вторым пассажиром, сейчас он играет за клуб Рассинг в Люксембурге. И вот снова ЖЕ сыграл достаточно надежно, но мяч остается у наших. И вы видите, передачу Гусева использует Кириченко. Но вот вам лучший бомбардир национального чемпионата, отличается их сборной. И это, в общем, наверное, закономерно. Хороший бой. Ну что, должно быть хорошее настроение у нашей команды перед поездкой в Братиславу. Собственно, вот так нужно было, наверное, воспринимать сегодняшний матч. Конечно, мы говорили о разнице мячей, о забитых голах, о том, чтобы эту разницу сделать. Но в основном я с вами, Николай, согласен, что это даже не проба сил перед матчем в Братиславе. А вот такой самодостаточный матч, в котором нужно самим себе создать нормальное настроение. За торс понимать, что есть слаженность в действиях, что мы можем забивать мячи и с таким настроением ехать туда. Сегодня это удалось. И зрителям, которые пришли сегодня, я думаю, игра доставила большое удовольствие. И сейчас очень удачно. Мы сохранили мяч в игре. Вот в предыдущем эпизоде, когда забивали мяч, это сделал Гусев. Хороший пас обратно в штрафную. И Кириченко забил свой второй мяч в сегодняшнем матче. Вот такой удар издали по воротам. Жие уже. На месте, Жие. На месте. Сейчас важно было быть именно на месте. Все. Семин вздохнул на табло 5-1. Румынский арбитр фиксирует нашу победу. Россия и Люксембург 5-1. Итак, сборная России. Если Словакия все-таки доведет до победы свой матч дома с эстонцами, то сборная России остается на третьем месте. Набирает 22 очка. У Словака в случае их победы тоже будет 22. И все теперь решится 12 октября в матче в Братиславе. И теперь все очень просто. Понимаете? Теперь не нужно вообще ничего считать, никакие мячи. Теперь нужна просто победа. И в этой простоте, но не хочу сказать залог какого-то успеха, вообще никакого залога не хочу говорить. Но в этой простоте что-то есть. И в том, что мы не можем сыграть в ничью, что ничья недостаточная для выхода в следующую стадию. Что мы должны играть только на победу в Братиславе. В этом тоже что-то есть, дорогие друзья.